Всем привет! Меня тут просили обзор на фантомы сделать. Так вот, всех фантомов у меня нет, но про те, что есть, я могу сказать несколько слов. Итак, первое, что нужно знать, фантом модификация С, помойка, мусорка просто. Нефиг на него летать, заходить и качать, вообще. Он пригоден разве что бомбить танкистов, и то отлетает регулярно от шарных ракет. Спасибо за это китайским рутолётам, Су-25 и прочим ракетоносцам. Вот фантомы модификации Е уже более интересные. Здесь есть ЛТЦ, есть хорошие пара ракеты, да и ракеты СКГСН хороши. Жалко, что радар на фоне земли захватывать не очень, а в самом хорошо. Так что так то с простой, занимаем высоту и ищем кому бы присунуть нашего воробушка. На рожон суваться я не советую, но вот занять высоту, это можно. БР у нас тут 11-0, так что не факт, что закинь первым же к топовым самолётам, может и повезёт. Да, на бою мне повезло, я набрал высоту, размотал вражину воробушку и полетел дальше кидать сайдвиндеры. Неплохо, а? Манёврность у нас тут какая-никакая есть, и по крайней мере мы можем резко довернуть и уйти от ракеты. Это хорошо. А вот для уничтожения наземки нам завезли вот такую кучу вооружения, что в топку от 10-го. На фантоме это можно просто разрывать наземку, если вас конечно не заберут зенитки. Короче говоря, берёшь 6 маевериков, плюс 2 корректируемые бомбы, плюс бомб на сдачу можно подвесить ещё на 3 сброса. Итого потенциальные 11 фрагов. А 11 танков ты сможешь забрать и отправить в ангар, если тебе на всё это хватит подвесов. Да, ладно, врать не буду, вряд ли такое конечно получится, но сам факт наличия такого количества подвесов очень радует. Ну и конечно ко всему этому мы можем добавить воробушков, так что можно и воздушные цели покошмарить. Ха, жаль конечно только американский фантом модификации Е имеет такое количество вооружения. В общем тут можно про него рассказывать очень много. Обязательно нужно сделать отдельный видос по этому самолёту, потому что и тактики его применения, и что на него можно вытворять, это просто ах. А теперь думаю стоит упомянуть о фантомах, где есть нормальный радар. И таким у нас пристанет британский фантом. Вообще именно британские фантомы, они по ЛТХ лучшие в игре за счёт того, что на них стоят британские двигатели. А в остальном эти фантомы примерно одинаковые. По крайней мере тактика тут одна и та же. В начале боя уже не обязательно идти и набирать высоту, мы можем спокойно попробовать перехватить тех, кто хочет побомбить базы. Или просто решил пойти на слабовые. Сейчас, когда изменили БР и фантомы уже не топовые самолёты, да и что тут говорить, появилось засилие неопытных лётчиков на премах, фантомам жить стало даже лучше, ведь корм повелось полно. Да, конечно, попадая к мигу на 29-м и F-16 нам тяжко, но наши воробушки имеют интересные свойства, а не летят к цели, даже если захват остался на диполе. Главное, старайтесь не вступать в манёвренный бой, лучше уходите, используя ЛТЦ, я так делаю. На пушку мало кто тут рассчитывает, да и на таких скоростях попасть очень сложно. А в остальном, как повезёт. Не забываем, главное, включать периодический отстрел ЛТЦ. Это очень спасает. ЛТЦ АЛИСАМИ не могут либо вывести шальную ракету, либо не дать запустить ракету по вам, просто его будут постоянно сбиваться и враг не нацелится. Вот такой вот у меня был небольшой обзорчик на фантома, по крайней мере те, что я играю, те, что я играл, те, что у меня есть. Конечно, премиум у нас целая куча, есть ещё японский фантом, которому завезли АМ-9Л и он улетел аж на 10.7. Ну ничего, может быть когда-нибудь будет, я сделаю них обзор. Вообще фантомы очень хорошие машины, прям все, ну кроме, конечно, модификации СИ, которая на 10.0. Вот такие вот у меня были фантомы. Каждый, конечно, нуждается в отдельном видео, ну и тут кратенько я смог рассказать, что да как. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.